Санкт-Петербург и Александр. Вы в эфире. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Скажите, пожалуйста, может быть, хватит уже сегодня кормить Кавказ? Спасибо. Да, такой тезис я слышал и многократно. Ведь в чём проблема? Нас вывели сейчас в эфир, при этом я думаю, что как раз именно этот ответ Путина стоит послушать. Есть всё больше и больше выходцев с Кавказа. И далеко не все из них вписываются в ту культурную среду, в которую они попадают. Но надо сказать, что и люди приезжают часто сами не подготовленные, не образовательного уровня, не профессиональной подготовки. Они ищут просто лучшую долю, если так можно сказать. Ищут возможность трудоустроиться. Выход какой отсюда? И это вызывает законное частое раздражение тех, кто проживает в том или на северном пункте. Какой выход отсюда? Но самое основное, что нужно делать, самое главное, это нужно развивать производительные силы, создавать новые рабочие места на самом Кавказе. Ведь совсем недавно ещё говорили, ой, какой ужас, не могут Грозный восстановить столько лет. Он выглядит, как Сталинград после войны. Ну чего, нам оставить Грозный в таком состоянии, что ли, было? Я знаю, что Кадырову много там претензий, но он восстанавливает Чечню. И Грозный восстановил так, как до сих пор никому не удавалось это сделать. Много говорят о коррупции вообще, и особенно о коррупции на Кавказе. Но я уверен просто, что вот коррупционная составляющая в Чечне минимальная, минимальная. Но нам нужно развивать производство, экономику, социальную сферу таким образом на Кавказе, чтобы оттуда людям и уезжать-то никуда не хотелось, чтобы они могли реализовывать себя в своих родных местах. А для этого, безусловно, если мы хотим сохранить единство нашего государства, нужно вкладывать деньги туда. Конечно, разумные должны быть вложения. У нас сейчас несколько программ федеральных существует по развитию юга страны. Одна так и называется – Юг России, вторая по Чечне, третья по Ингушетии. Да, нужно туда деньги вкладывать. Повторяю ещё раз, это не значит, что надо бездумно вваливать эти деньги, чтобы они там оттаскивались. Если это не фраза, так это гамма-чувство. Мария Макеева и Михаил Зигарь, мне кажется, что мы видим в очередной раз то, что Владимир Путин полемизирует с теми людьми, которых он не слышал и даже не подозревал о их существовании всё предыдущее время. Он отвечает на некую критику, которую он не мог слышать по федеральным каналам. Он уже начал прямую линию с полемики, с заочной полемики с Навальным. Сейчас он говорит о том, что вот много претензий к Кадырову. Видимо, он как-то адресует... Секунду, по поводу заочной полемики. То, о чём говорит Путин, наверное, в 60% случаев непонятно большей части аудитории. Он хорошо понимает, что он имеет в виду. Тот, кому он адресуется, тоже очень хорошо понимает, что имеется в виду. И также понимает, что имеется в виду часть людей, которые профессионально занимаются новостями. Журналисты, политологи и так далее. А вот, так сказать, избиратели, дорогие россияне, они, может быть, не всегда даже понимают, о чём идет речь. Я просто думаю, дорогие россияне не слышат целиком. Они услышат слово «уконтропопить», и вот это слово было сказано для них. Ну, это стиль фирменный Владимир Путина, так разбрасываются вот эти вот броские слова, скажем так. Ну, тут много слов прозвучало и типичных для Владимира Путина, и не очень типичных. Со сайти всем очень понравилось. Единое со сайти, да. Да, 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 очень отмечают. Побольше властюшки, властюшки. Дело было не в этом, сказал Путин, объясняя, почему он всё-таки отменял губернаторские выборы. И в очередной раз, по-моему, не очень объяснил. Путинский режим было словосочетание. То есть, сам Путин в самом начале. Да, отвечая на первый вопрос, он ввёл в официальный лексикон словосочетание «путинский режим». Что тоже было довольно, скажем так, удивительно. Вот, а теперь что касается Кадырова. Если заниматься такой не кремлинологией, а белодомологией, вот, как это в данном контексте, то получается, что, оказывается, к главе Чечни есть много претензий. Я впервые это слышу. Это впервые произнесено официально, по крайней мере, премьер-министром. Потому что до сих пор никогда не озвучивалось ни разу то, что какие-то претензии есть к Рамзану Ахматовичу Кадырову. Очень жалко, что нет каких-то дополнительных вопросов. Возможно, формат не предполагает, что человек задаёт второй вопрос дополнительно, услышав какую-то часть ответа. Потому что, конечно, хотим сказать, какие претензии? И в ответе прозвучало так, что Грозный, ты, оказывается, восстановили мы, сказал Путин. Имею в виду себя и ещё кого-то, правительство, возможно. И Рамзан Ахматовича. А я вот так не поняла. Нет. Нет. Кадырову много претензий, а мы восстановили Грозный. Что уж нам теперь не восстанавливать? Кадырову, конечно, много претензий, но зато он восстановил Грозный. Всё-таки он сказал он. Да. Ну, он сказал мы, подразумевая и Кадырова тоже. Некоторые вещи даже хочется просмотреть второй раз. Он, очевидно, противопоставил тех людей, которым есть претензии. Но они не восстановили там, вот, вверенную им область. А вот Рамзан Ахматович, хоть в одном фильме был такой плохой солдат, но старается. Ну, по поводу губернатора.